Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы начинаем наше сегодняшнее общение Мы это Надежда Леонидовна Власова Истримаухов Анатолий Анатольевич, это я Люди не чуждые практической медицине, медицинскому образованию Поэтому с радостью делящиеся с вами некоторыми соображениями По тем или иным вопросам нашей с вами медицинской науки Итак, мы в предыдущей лекции остановились Проговорили все 4 и 4, 8 групп препаратов 4 основных, 4 дополнительных Вы видите их на экране Здесь еще и такие расшифровочки ингибитор АПФ, Прила Ну это и НЛА Прил, и КАПТА Прил и так далее Блокаторы рецепторов ангетензина 2, это САРТАН Антагонисты кальция, мы говорим о нефидипине и о норваске Или о амлодипине Значит, антагонисты минералокортикоидов верошпирон, если спиронолактон Бета-блокаторы, ну, бессопролол первое, что приходит на ум Антагонисты имидазолиновых рецептов молсидамин Альфа-адреноблокаторы, это прозазин и доксозазин Ну, мы достаточно подробно все их разобрали Итак, что же нам говорят рекомендации Итак, 100% уровнем доказательности и рекомендаций Они нам говорят, что группы ингибиторы ангетензин превращающего фермента Антагонисты к рецепторам ангетензина 2 Бета-блокаторы, блокаторы медленных кальциевых каналов, диуретики Снижают артериальное давление и кардиоваскулярные риски То есть вот эти группы препаратов однозначно показаны для лечения артериальной гипертонии Дальше Комбинация как стартовая терапия аналогично снижает артериальное давление и кардиоваскулярные риски Имеется в виду комбинация вот из тех препаратов, которые перечислены из тех групп, которые перечислены выше Про бета-блокаторы отдельно выделена статья Что бета-блокаторы в сочетании с любой группой из основных, при сочетанной патологии с ишемической болезнью сердца, с постинфарктным кардиосклерозом, с хронической сердечной недостаточностью, тахикардии Аналогично снижают артериальное давление и кардиоваскулярные риски Вот фундаментальные такие положения по применению тех групп, о которых мы с вами подробно говорили в предыдущей лекции Что нам говорят еще европейские и теперь уже российские рекомендации 20-го года По сравнению с рекомендациями от 13-го года начальная терапия начинается с двойной комбинации Это комбинация ингибитор АПФ или блокатор рецептора манклотензина-2 и антагонист кальция или диуретик Монотерапия, возможно, при артериальной гипертонии первой степени и у пожилых старше 80 лет Я бы, честно скажу, не была столь категорична, я вообще люблю начинать с монотерапии Но официально рекомендации нам сразу говорят, типа не мучайтесь, давайте сразу двойное, быстрее добьтесь эффекта Я всегда проверяю, я тоже начинаю с монотерапии, чтобы проверить, хороша ли переносимость этого препарата Конечно, это логично Хотите назначить комбинацию, пусть она будет комбинацией, но между комбинированием пусть будет несколько дней, что мы посмотрим, а как здесь Если происходит какой-то срыв, что-то идет не так, мы понимаем, на какой препарат это произошло А потом делайте связку, свободную комбинацию, можете, если работает свободно, переходите к фиксированной, если она есть в такой форме Но сначала нужно убедиться, что все идет хорошо Да, я полностью согласна, я как-то сразу все смешать и дать, а потом на что пошла побочка Подключаешь, смотришь, ага, все хорошо, переносимость нормальная, эффекты первые получены, очень хорошо, но нужно их усилить Подключаешь второй препарат, если после этого что-то не так, значит он виноват Если все нормально, продолжаешь комбинировать и объясняешь это пациенту Даже спорить не буду А еще Опять же, согласно последним рекомендациям, можно начинать даже с тройной комбинации, не только с двойной, но и с тройной комбинации Ингибитор АПФ или блокатор рецепторов ангиотензина-2, антагонист кальция и диуретик То есть там было или, здесь плюс Ради бога, назначайте три, лишь бы только Так, еще тут говорю такой момент Какой смысл назначения терапии при лечении артериальной гипертонии? Мы должны подобрать такую терапию, чтобы давление не повышалось Вот если на этой тройной или двойной, или сейчас мы будем говорить на четверной комбинации У пациента все нормально, у него давление 130-85 Ну, в крайнем случае 140-90, да? Но он держит это давление, никаких всплесков нет Все, вы доктор большой молодец, и пациент большой молодец Что все выполняет, все хорошо И на этой комбинации можно жить очень долго, и ничего менять не надо Стабильность – показатель качества, а лучшее – враг хорошего Да, если вы уже видите стабильный, достойный, хороший эффект Убирающий те проблемы, которые есть у пациента Вы остаетесь на нем столько, сколько это понадобится данному пациенту Да, я против чего? Лечение артериальной гипертонии – это не головная боль Когда выпил таблеточку, головная боль прошла Вот ни в коем случае не надо говорить пациентам, а я это слышу Когда, то есть совершенно недавно приходил пациент Значит, мне сказал доктор, что вот если у вас начала голова болеть, то вы выпейте гипотензивное А если она не начала болеть, то и не надо То есть вот это не тот вариант То есть здесь принцип совершенно другой Ежедневный регулярный прием препаратов для того, чтобы давление не повышалось Препараты пожизненного приема Да, препараты пожизненного приема Вот это очень важно, это понимать прямо из глубины души Потому что вот это вот, ну ничего, поднялись, выпейте там коринфар, оно у вас нормализуется Ну и нормально, и потом на этом подъеме и нормализации такой же быстрый человек попадет в больницу с осложнением или с инсультом или с инфарктом и так далее То есть, ну, конечно, этого допускать нельзя Еще одна, я уже говорила о ней, при резистентной гипертонии Как раз четверная комбинация, опять ингибитор или ара Антагонист кальция, диуретик и спиренолактон Мы с вами подробно говорили Диуретик и спиренолактон, это практически два мочегонные Но у спиренолактона есть еще дополнительные свойства По снижению как раз альдостерона в крови, что тоже уменьшает артериальное давление Плюс у него потенцирующие эффекты с другими препаратами Консервативное лечение артериальной гипертонии в детей Ну, поскольку мы тут врачи общей практики Да, с детьми работаем и ситуации бывают совершенно разные И врач общей практики должен уметь работать и с взрослыми, и со стариками И с глубокими стариками, и с детьми различного возраста И артериальная гипертония один из видов проблем, которые могут возникнуть Да Значит, ну, во-первых, я хотела сказать, что очень подробно мы Как раз в первом номере нашего журнала разместили статью по лечению артериальной гипертонии у детей Где есть все перцентильные таблицы, которые можно вырезать из журнала И для тех, кому это реально нужно в работе, это очень хороший такой материал Я напомню только основные положения Итак, перед началом медикаментозного лечения у детей 100% рекомендовано проведение суточного мониторирования То есть, если у нас показатель суточного мониторирования не выходит за пределы нормы Никакой гипотензионной терапии мы не назначаем И вообще, у детей препараты назначают в последнюю очередь Если все-таки наблюдение, 6-месячное наблюдение за ребенком Показалось, что и даже изменение его образа жизни, диеты и так далее Не привело к тому, что у него нормализуется давление Хотя здесь у детей, надо сразу оговориться Чаще всего у детей симптоматическая гипертония И, конечно, на фоне лечения артериальной гипертонии нужно выяснять причину и лечить саму причину Чаще всего это гормональные вещи И иногда там или удалять опухоли, или патология почек, или еще что-то То есть, ну, пока не убрали причину Но, вот тоже вопрос, который тоже очень часто задают Предположим, патология почек Сразу выровнять это нельзя А что делать с давлением? Терпеть его или все-таки лечить? Вопрос однозначный Лечить То есть, вот давление, это идет как отдельный синдром, который надо лечить Давление надо снижать Это вот тут тоже ответ на этот вопрос совершенно однозначный Итак, каковы же принципы лечения артериальной гипертонии у детей? Если показана, если она показана Рекомендовано начинать лечение с минимальной дозы и только одним лекарственным препаратом Вот все с точностью да наоборот Если у взрослых давайте больше, чтобы сразу нормализовалось У детей начинаем с минимальной дозы и одним лекарственным препаратом Рекомендовано, естественно, использовать препараты длительного действия, но для того, чтобы компоентность была более высокой При неэффективности иммунотерапии рекомендовано применение сочетания нескольких лекарственных препаратов Желательно в малых дозах Детей его все время щадит Оценку эффективности гипотенциевного лечения Тоже очень важный вопрос Рекомендовано проводить каждые 8-12 недель То есть не ждите, что эффект на следующий день Это прям то, что вы хотите получить Правильно ли вы назначили? Это будет понятно через 3 месяца При адекватно подобранной терапии после 3 месяцев непрерывного лечения Рекомендовано постепенное снижение дозы препаратов вплоть до полной его отмены Это вот прям 100% разрез тем, что положено у взрослых Но вот детей стараются уводить все-таки с препаратов Еще и по той причине, что на самом деле у детей Ни одна группа гипотенциевных препаратов официально не разрешена Почему сложилась такая ситуация? Могу совершенно... Ну давайте я поставлю на этот слайд, чтобы вы пока рассматривали Какие группы препаратов, что к ним относятся Но вы видите, что у всех препаратов стоят звездочки Это вот как раз знак того, что их назначение по решению комиссии Потому что официально эти препараты у детей не разрешены Почему такая ситуация? Да потому что ни одна фармацевтическая компания Не проводит исследования на детях Но определяет безопасность своего препарата Но это невозможно по многим поэтическим причинам и так далее А в итоге это привело к тому, что нет официальных разрешений на применение этих препаратов Они, конечно, работают Все в лейбл Гипотензивная терапия у детей Все в лейбл Мало того, что этого никто не знает Так еще это все... Но проблем-то есть, ее нужно решать Проблемы есть И действительно, когда я стала на эту тему поднимать информацию Вообще этим интересоваться Я поняла, что реально это некому И вопрос такой задавали на вебинарах А кто должен лечить? Вот кто должен лечить детей? Это кто, говорит, кардиолог или нефролог? Вот попробуйте найти кардиолога-терапевта детского где-нибудь Ну, кроме Москвы, не знаю, там Санкт-Петербург Я думаю, что и в больших городах это просто вот считанные люди Потому что кардиологи детские, это в основном хирурги То есть это детские там пороки А кто лечит? Ну, это прям вот штучные специалисты А нефрологов чуть побольше Но тоже это прям вот такая очень редкая специальность Поэтому, дорогие наши врачи общей практики А, в общем-то, глаза-то на вас смотрят Ну да, лечить должен тот, кто знает, как и почему И готов взять на себя ответственность Наша профессия стоит из ответственности И если мы ведем семьи, а мы врачи общей практики Я не говорю за всех сидящих сегодня, следящих сегодня за нашей конференцией Но я врач общей практики, в скобочках семейный доктор У меня семьи от мал до великой Ситуации бывают разные Я беру на себя ответственность и за детей, и за взрослых И вот сейчас после нашей беседы у меня уже был звонок Мне нужно будет ехать, консультировать очень пожилого человека По поводу блокад сердечных Пойду корректировать терапию Поэтому, да, поэтому ситуации вот они просто вырастают Мы с вами говорим, а я уже, так сказать, на чемоданах Потому что нужно уже что-то делать С детьми еще сложнее, потому что за каждым ребенком Это, во-первых, уровень ответственности В том числе и нормативно-правовой ответственности, естественно И за каждым ребенком его родители Которые очень тщательно следят Вот не навреди Поэтому с детьми вообще очень сложно Мне вообще очень сложно Поэтому ориентироваться в этой ситуации Да, но во всяком случае Настоятельно необходимо Вы должны знать, что есть Что возможности есть И должны знать, как их можно применить И иметь такую шпаргалочку Чтобы, если эта ситуация возникает Вы должны хотя бы среагировать на нее Предварительно Потом уже, так сказать, изыскивать пути Как реагировать на нее регулярно Да Хотя бы так Но это я вас в очередной раз перебил Не сердитесь Ну, здесь у меня маленькие такие напоминаловки Все-таки, как мы ведем детишек Если у них повышенное давление То есть, если артериальное давление У нас в диапазоне 90-95% То есть, немножечко повышено от существующих То контрольный визит через 6 месяцев И измерение артериального давления На руках и на ноге Опять же, если через 6 месяцев Ничего не меняется То еще через полгода Мы делаем суточное мониторирование И, естественно, пытаемся выяснить причину С чем это связано И направляем к узким специалистам Если мы говорим о Что мы назначаем пациенту Ничего не назначаем Мы говорим об изменении образа жизни Консультации по коррекции питания и веса То есть, если у нас давление в диапазоне 90-95% Если оно уже выше То есть, соответствует артериальной гипертонии Первой степени То есть, это 90-95% Плюс 12% к ним От них, да То контрольный визит через 1-2 недели Измерение АД на руках и ноге Уже контрольный визит не через полгода А через 3 месяца До обследования для установления причины Направление к узким специалистам И вот здесь, если у нас плюс вот эти 12% То здесь мы говорим не только об изменении образа жизни Консультации по коррекции веса и питания Но и говорим о назначении медикаментозной терапии То есть, вот такая тактика по ведению детей Ну, и если мы сразу видим уже артериальную гипертонию второй степени Более 95% плюс 12 95% или плюс 12 То измерение АД на обеих руках и ноге Визит через неделю И практически сразу Мы направляем кардиологу или нефрологу И назначаем медикаментозную терапию Еще покажу вот это скрининг Артериального давления у детей на приеме у врача То есть, о чем говорит эта табличка Что если у вас первое это возраст Если у вас ребенок такого возраста И давление меньше, чем вот эти цифры То тогда все хорошо А вот если оно выше То дальше вы должны уже пользоваться перцентильными таблицами Где четко написано В какой диапазон входит Где регламентируется ваша тактика Ваша линия поведения С этой категорией пациентов Ну и так я бы хотела просто показать Выглядит таблица скрининга артериального давления у детей до года То есть, у детей всегда Вот из-за того, что они растут У них все в динамике Поэтому существуют вот разные таблицы В соответствии от возрастов От пола и так далее И здесь мы особо Вот на этапе диагностики Это как раз та самая ситуация Когда справочными материалами Не то, что возможно пользоваться Ими нужно пользоваться Потому что не так много у нас свободных файлов в голове Что мы это там все держали Нужно уметь использовать справочную литературу А она должна быть под рукой Пациент есть Литература есть Знания есть Мотивация для того, чтобы это использовать есть Ну что, надо работать Да Надо работать А мы постараемся В этом помочь Да, в этом помочь Спасибо Спасибо Ассоциация Сирано рада представить Новое мобильное приложение Все возможности образовательного портала Теперь в новом формате На экране вашего телефона Вы можете настроить личный профиль И получать уведомления О предстоящих конференциях и вебинарах С удобным календарем Легко выбрать интересующее вас мероприятие И зарегистрироваться на него У вас появится возможность Собрать свою библиотеку полезной информации Приложение уже доступно в App Store и Google Play С мобильным сервисом Сирано Образование станет ближе И удовольствием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok